Хочешь приобрести элитный набор, а душ не хватает? Тогда советую посетить сайт ProSeller, где ты сможешь приобрести множество персонажей игры Injustice, Mortal Kombat, а также заполучить большое количество монет и душ по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Всё делается быстро и качественно, впоследствии чего твой аккаунт забанен не будет. На сайте недавно появились промокоды, при вводе которых вы получаете неплохие бонусы в виде 2000 душ и 1 500 000 кредитов силы. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Здравствуйте, дамы и господа, и мы продолжаем играть в игру Mortal Kombat X Mobile. И сегодня у нас испытание на предательницу Таню. Блин, по какой-то причине это испытание не выходило целых 3 дня. Ну потому что остается 3 дня 15 часов, а насколько я помню, испытание длится около 5-6 дней. Я уже, честно говоря, и забыл, сколько они длятся, потому что, ну в последнее время с игрой происходит что-то не то. Испытание не выходит, либо выходит, но спустя какое-то время. И это всё творится на андроиде. Например, на iOS таких проблем нету. И поэтому сегодня мы только и пройдём это испытание. И я надеюсь, что мы пройдём его без особых проблем. Потому что я подобрал отряды довольно интересные. И в то же время они очень сильно прокачаны. Поэтому проблем, как таковых, мне кажется, не будет. Но зато мы получим душ, и уже в следующем ролике я снова открою пакеты, где выбью молот гнева и достану наконец-таки алмазную карту. Я раскрыл секрет. На самом деле алмазка выпадает после того, когда молот гнева в паке за 70 тысяч монет выпадет последней карточкой. Именно так. На самом деле это опять же я рофлю. Но возможно это правда. Возможно это правда. И на самом деле здесь есть какой-то секрет. Это как в GTA-шке разгадывать всякие тайны, легенды и так далее. То же самое в игре Mortal Kombat X Mobile. Что ж, переходим сейчас в 13-й бой. Здесь нас ожидает такой отряд, как Джейд Ассасин, Китана День Мёртвых и Джеки Брикс Хай-Тек. Джейд Ассасин в целом вышла недавно. И поэтому в принципе поиграть ей много я бы так и так не смог. Потому что, блин, сам по себе персонаж у меня не прокаченный, а не прокаченными персонажами как-то играть не очень интересно. Но в то же время я Джейд особо-то и не использовал в Войну Фракции. Хотя в последнее время каждый второй использует эту Джейд в Войну Фракции. Потому что у нее довольно прикольная пассивная способность, что мне в ней и нравится. Как и многим, наверное. Китана День Мёртвых. Она будет спасать Джейд Ассасин. Но это Джеки Хай-Тек. Она просто требуется в этой команде. Поэтому я ее и поставил. Саб-Зиро Холодная Война, Соня Блейд Холодная Война и Скорпион Холодная Война. Будем играть против армии Холодной Войны и думаю, что затащим. Проблем особых не должно возникнуть. Это будет мой первый отряд из персонажей, которыми я вроде как редко играю. Вообще, в целом, если посмотреть на все персонажи, которые есть в игре, то я каждому играю очень редко. Даже тем же самым Эроном Блэком. Но Эроном Блэком и тем же самым Дженни Кейджем Охотником на Нежить я хотя бы, скажем так, иной раз поигрываю, когда прохожу испытания те же самые. Потому что они у меня прокачаны до седьмого слияния. И пройти ими испытания очень легко и просто. Но дойти до того момента, до которого мне нужно. Например, сейчас до тринадцатого боя с пятнадцати. Поэтому проблем здесь возникнуть вообще никаких не должно. Так, здесь у нас срабатывает пробивание щита. Не очень-то все и плохо сыграно. Ну и дальше, конечно, сейчас бы по возможности накопить спецприем. Один мне этого достаточно будет, чтобы, например, прикончить сап-зиро. Я надеюсь, он по мне что ли спецприем использовал? А нет, нет, все вышло гораздо интереснее. Ну, здесь, конечно, мне не повезло. Не совсем повезло. И сейчас многие начнут писать, что дубил играть не умеешь, наверное. Ну, скорее всего, так и будет. Потому что я слил эту битву. Хотя, возможно, возможно, есть момент того, что День Мертвых Китаны сейчас все затащит. И это было бы очень круто. Но мне кажется, что нет. На самом деле, такого не произойдет. И мы просто сейчас сольемся. Так, хорошо. Выбираем следующего персонажа. Китана, я верю в тебя. Блок. Неплохо. Так, ну и сейчас бы накопить спецприем 2. Потому что я не хочу сейчас выходить с каким-то другим персонажем. Но здесь, скорее всего, восстанавливаться персы не будут. Тише ты, тише. Увлеклась немножко. Так, давай, стреляем в него. Возможно, ты отключишь ему спецприемы какие-нибудь. Ну, истощение силы тоже неплохо. Неплохо. Так, восстанавливаем здоровье. Давай, 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 давай. И спецприем. Отлично. Мне уже это нравится. Вообще, лучший спецприем 1 было использовать. Почему я начал со второго? Сам понять не могу. Ох, блин. Сейчас бы накопить как-нибудь. Не-не-не-не-не. Тихо, 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 тихо. Блин, Соня, ну почему ты такая быстрая и дерзкая? Серьезно. Так, хорошо. Нет, проводить я не буду. И тут спецприем 1 врубаю. Давай, давай, набивай на 100% уменьшение урона. Ее отбросило просто дико. Давай, 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 давай. Добивай ее. Блин, ну почему она такая живучая? Победа. Честно говоря, я не ожидал этого. Серьезно. Она очень живучая. Соня Блейд в первую очередь быстрый персонаж. И в то же время еще и живучий персонаж. Ху. Но зато мы прошли все с первого раза. Проблем никаких возникнуть не должно. Но Триборг Сектор, Триборг Смоук и Триборг Сайрокс. Вообще не предполагал, что именно эта команда мне попадется. Поэтому что ж. Триборг Сайрокс, пятого слияния. Триборг Смоук, пятого слияния. Ну и Джеки Брикс Хайтек. Она просто требуется. Ничего с этим, честно говоря, поделать не могу. Новый уровень учетной записи полностью восстанавливает энергию ваших персонажей. Окей. Хорошо. Пусть будет так. Главное сейчас затащить Сайроксом Триборгом. Вообще здесь он один может победить всех этих троих. Насколько я помню. И поэтому я сейчас постараюсь это сделать. Но если Сектор наконец-то перестанет блокироваться. Сектор, ты же в какой-то момент перестанешь блокироваться. Да, он перестает это делать. Мы запускаем у него сетку. Потихоньку подходим. Треть. Одного персонажа нет. Выскакивает второй. Мы используем тот же самый спецприем. Добиваем просто, блин, коленом, скажем так. И остается последний Триборг. Это Сайрокс. И здесь, опять же, проблем вообще возникнуть никаких не должно. Я надеюсь на это. Ну, хотя, смотрите. Я просто не хочу блокироваться. Я думаю, что без блоков удалей его. По возможности. Хотя, мне кажется, что уже нет. Или да. Ну, здесь он заблокировался. По-моему, он здесь заблокировался. Да, истыщение. Блин, ну, практически. Можно сказать, и победил его. Потому что не хотел использовать блоки. Плюс, они здесь и не требовались. У него не осталось здоровья. Вообще не осталось. Просто нужно было нанести один удар. Все. Это победа. И третий отряд. Это Кенши Старший Бок. Баланс Кенши. И Джеки Брикс Хайтек. Снова. Да. Против Тани Босс. Босс-предательница Тани обладает иммунитетом к постепенному урону. И становится тем самым, тем самым сильнее. Чем дольше продолжается поединок. Ну, в общем, как-то так. Ладно, давайте попробуем победить. Я думаю, что здесь тоже особого труда нам не составит победить этого персонажа. Все-таки просто тапаем, тапаем, наносим спецприемы. Побеждаем. В целом, это все, что требуется от меня от моих персонажей. Давай, Кенши. У Кенши такая же прическа, как и у меня. Сто процентов. Наверное. Ладно. За часом такой же делает. Окей, что ж. Босс Таня. Давай. Добью тебя сейчас до спецприема 2. И все. Это победа. Так, тихо. Блин, что она делает? Женщина, надеюсь, ты не добьешь этого персонажа, потому что это в мои планы точно не входило. Давай, живи, Кенши. Я верю в тебя. Ты же выживешь. Да, он выжил. Он выжил. Это хорошо. Так, она блок снова ставит. Вот, отлично. Она отпустила блок. Сейчас мы наносим просто суперский урон, я надеюсь. Ну, не такой же, что в уши суперский. Но, да ладно, хотя бы как-то так. Так, ну и здесь спецприем 2 тоже на сто процентов набиваем. Отлично. Проводим. Ничего себе, она только что прыгнула. Я офигеваю немного от этого персонажа, но я думаю, что это победа все равно. Как бы она не пыталась меня одолеть, у нее это не получится сделать. Как вы видите, она пыталась. Она пыталась, но, к сожалению, никак. Но добила только что мне персонажа. Так, ну-ка спецприем. Давай проводим быстро. Да блин, я же провожу. Почему только 5%? Вы видели, как я проводил дико? Не-не-не-не, ты меня не одолеешь. Ты меня не одолеешь, Таня. Это я тебя победить умею. Блин, сенсор, пожалуйста, не тупить. 10% гребанных. Хотя я проводил очень серьезно по экрану. И да, все, это победа. Мы это сделали. Ну и в целом эта команда была довольно серьезной. Если бы я подобрал немного более, скажем так, слабую команду, то все, возможно, бы произошло не в мою пользу. И да, я бы проиграл. Увеличивает базовый урон 40% до 42%. Увеличивает вероятность превращения спецприемов 1 и 2 в неблокируемые с 25% до 26%. Соединить. Нажимаем соединить, соединяем эту карту. Шестого слияния она у меня становится. И Таня-предательница у меня становится аж третьего слияния. Ожидал, если честно, большего. Ну ладно, третьего, так третьего. Продолжить. В общем, как-то так получилось. Задолел я в целом всех персонажей очень быстро. И в целом всего-то прошло 11 минут. Не ожидал этого. Ну и до конца испытания остается 3 дня. Как вы видите, сейчас вроде бы... Вроде бы ничего особо вот таки нету. Нового персонажа нам не предлагают приобрести. Поэтому я думаю, что обнова должна выйти в ближайшем времени. Я надеюсь на это. Потому что уже обновление, пора выходить. Серьезно. Столько затягивать с одними и теми же персонажами просто невозможно. И зачем это делать? Поэтому как-то так. Что ж, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.